В Женеве, в Церне, в 2014 году всё подчинено главной задаче — модернизации Большого Адронного Коллайдера. А в Дубне в это время создаётся Центр для хранения и обработки данных, которые будут получать в ходе экспериментов на этом ускорителе. Большой Адронный Коллайдер ещё до модернизации ежегодно выдавал такое количество данных, что если их записать на диске, получится стопка высотой 20 километров. В ускорителе пучки сталкиваются 30 миллионов раз в секунду, и каждый раз возникает примерно 20 событий. Эта информация с детекторов поступает в локальный вычислительный центр и только потом передаётся в главный центр хранения и обработки данных — ТИР-0. Чтобы его разгрузить, по всему миру создаются его помощники — Центры ТИР-1. Они уже есть в США, Канаде и в целом ряде европейских стран. Один из них будет в Дубне. ТИР-1 Центры — это хранилище информации для Большого Адронного Коллайдера. Но они не только занимаются хранением, но и обработкой анализом тоже. Но главная всё-таки задача — именно хранение. И поэтому следующий уровень — ТИР-2 или ТИР-3 Центра — они обращаются за данными не в ЦЕР, а в ТИР-1 Центры. Поэтому эти ТИР-1 Центры выполняют как бы слуга двух господ. С одной стороны, они обеспечивают полное хранение данных, и, во-вторых, они обеспечивают данными многие другие центры, которые эти данные принимают из ТИР-1 Центра для обработки анализа. В лаборатории информационных технологий каждую неделю проходят видеоконференции с коллегами из ЦЕРНа. Обсуждается ход работ по созданию центра. Сотрудники лаборатории решают задачи обеспечения стопроцентной надёжности работы техники. Как здесь говорят, если даже пять минут центр будет недоступен, это уже ЧП. Все данные должны поступать в Дубну из ЦЕРНа в онлайн-режиме. Все вот эти технические инфраструктуры, которые мы внедрили и будем ещё в этом году внедрять, это в основном обеспечить именно надёжность, надёжную инфраструктуру, для того, чтобы всё это работало как часы. Поэтому мы должны иметь прямые скоростные каналы в ЦЕРН, причём задублированные. То есть, если даже где-то там случаются какие-то проблемы, мы должны по альтернативным путям обеспечить коннективность. И поэтому, если даже свет во всей Дубне погаснет, ТИР-1 должен функционировать. Насколько это мощная система хранения данных, говорят цифры, только одна эта стойка содержит объём информации в 700 терабайт. Для сравнения, один художественный фильм весит около 2 гигабайтов. Так что здесь может поместиться 400 тысяч фильмов. Технические характеристики нового центра будут всё возрастать. Скорость передачи данных по каналу с ЦЕРНом дойдёт до 100 гигабит в секунду. Ведь поток данных увеличится после модернизации Большого адронного коллайдера в 3-4 раза. К концу этого года, начало следующего, это примерно 5000 ядер, вычислительных ядер, 5 петабайт дисковый массив и ленточный робот на 8 петабайт. Для долговременного хранения информации. И прямой канал с ЦЕРНа до 40 гигабит в секунду, причём задублированный канал. Это вот такие технические характеристики. Но мы должны каждый год увеличить ценовые ресурсы примерно на 30%. Поэтому к 2018-2020 году эти характеристики возрастут даже не в 2 раза. То есть мы через 2 года должны выйти уже 10-20. То есть 10 тысяч вычислительных ядер, 10 петабайт дисковые массивы и 20 петабайт ленточные роботы. ТИР-1 — это целая фабрика хранения информации, один из уровней грид-системы. Дубна должна исполнить свою партию в этом большом оркестре. И она готовится к ответственному выступлению, чтобы к моменту запуска Большого адронного коллайдера на полную мощность всё пошло как по нотам. Если задача физиков и экспериментаторов — проверять идеи, то айтишники с помощью самых современных информационных технологий хранят, обрабатывают и даже моделируют события, происходящие в микромире. Инна Орлова, Александр Макурочкин, Павел Лучинин. Филиал телеканала Подмосковья в Дубне.